Для многих молодых семей приобретение или строительство собственного жилья – это задача номер один, на решение которой уходят годы напряженной работы. И, конечно, очень радует, что государство не остается в стороне от этой проблемы. Для того, чтобы помочь нуждающимся приобрести собственную крышу над головой, действует специальная программа. Обеспечение доступным и комфортным жильем – так называется государственная программа, которая зажигает зеленый свет для тех, кто создал семью, но не имеет еще своих квартир или дома. Славянский район активно участвует в этой программе по предоставлению семьям жилищных субсидий. Четыре молодые семьи были приглашены в администрацию муниципалитета для получения свидетельств на социальные выплаты. Глава Славянского района Роман Сенеговский от всей души поздравил собравшихся с таким важным событием в их жизни. За время действия этой программы 30 семей Славянского района уже получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Я хочу сегодня поздравить вас, потому что вы стали участниками этой программы. И благодаря совместной работе, потому что деньги идут на софинансирование, федеральный бюджет, краевой бюджет. Ну и мы всегда в районе закладываем деньги на эту программу, потому что понимаем, что люди нуждаются в приобретении жилья, в улучшении жилищных условий. Роман Сенеговский пожелал молодым славянцам семейного счастья в уютном жилье и всего самого доброго. Долгожданные свидетельства получили семьи, проживающие на хуторах Прикубанский и Красноармейский городок в поселке Рисовый. Их переполняли самые радостные чувства. Я очень-очень рада, что мы получили такую субсидию на приобретение жилья, потому что не каждый может себе такое позволить. И с этой помощью мы можем купить себе дом, жить вместе со своей семьей. Это самое главное, что есть уже где жить, строиться, развиваться. Спасибо большое, что нам предоставили такую возможность на приобретение жилья. Мы все мечтали о доме. И вот, наконец, наша мечта осуществится. Приобретем жилье. Мечты о своем жилье обрели реальность у 12 семей славянцев в январе прошлого года. В этом же году, кроме четырех сельских семей, уже получивших документы, субсидию получат еще 10 городских семей. Общая сумма государственной поддержки на эти цели превысит 16 миллионов рублей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».